Паспортный стол, он принадлежал милиции, но когда был переведен паспортный стол и стал вопрос, как быть с квартирой, и квартиру решили по инициативе, безусловно, начальника УВД города, сделать такое гостиничного типа, общежитие и так далее. Он рассказал, как он это видит, и начали работать, и у него это получилось. Получилось неплохо. У нас всегда была проблема, она и остается до сегодняшнего дня, это существо. И он сказал, что там, в этом общежитии, будет жить только существо, предыдущие училища в город Южный. Таким образом, он может, как бы, немножко сократить, как бы, ческат растет и существо. Поэтому я очень рад, что так получилось. Вы понимаете, когда освобождался этот паспортный стол, начальник милиции же не сказал, дайте мне квартиру, мне квартиру. Не сказал, там, заместителям своим и так дальше. Когда он сказал, что это будет гостиничный, скажем так, общежитие, то люди пришли, будут здесь, сколько будет работать, сколько будет жить, и там будет проживать 7 человек. И это была очень, ну, скажем так, классная инициатива, и она поддержала, ну, и была поддержка в этом плане. Скажите, чем желаю, будут подебники тоже таких или инших? Да, это пример. Это пример тому, как надо делать. Так же могут делать сегодня и учителя, мы можем найти где-то квартиру какую-то, но только надо этим заниматься. Понимаете, что характерно? Вот в эту квартиру город только дал добро, и все. И здесь больше копейки не было, не вложено ни одной копейки бюджетных денег. Вы посмотрите, здесь были меценаты, которые все это сделали. Действительно, это общежитие больше похоже на гостинику, чем на общежитие. Просто начальник проявил инициативу и взял, ну, скажем, этим занимался каждый день. Поэтому получилось такое. Если сегодня другие наши, скажем, подразделения готовы в таком плане работать, я думаю, что мы можем поддержать их и обязательно решить данный вопрос. Вы, наверное, забыли, подожди, Владимир Николаевич, давай я услышу. Слушание, что? У нас тоже слушают. Слушай. Когда вы сотрудничали с участковыми, вы сказали о том, что, это было несколько лет назад, что самый популярный участковый имеет возможность получить квартиру. Сегодня вы об этом умолчали. Я сегодня не умолчал. Почему мы давали, мы дали, считайте, что мы дали не одному участковому, дали квартиры. Квартиры, возможность проживания. Но участковые практически меняются каждый год. У нас сложно было найти в прошлом году участкового, который бы проработал больше год-полтора. Поэтому мы не успевали даже рассматривать вопрос о выделении квартир. Сегодня, если есть жилье, если люди будут здесь работать постоянно, несколько лет, этот вопрос обстается в силе. И мы можем вернуться к его решению. Спасибо.